Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сначала мы показываем, что они совершенно пусты, опломбировали переносные урны сначала, а потом стационарные. В числе пришедших на первый избирательный участок в Черкесске – Раиса Цыпковская. Бывшей работнице завода РТИ 96 лет. И она сочла крайне важным прийти на выборы. Мы в советской закалке, мы к порядку приучены, мы за доброе дело в России. Я вот пришла первая. В Карачаево-Черкесии для населения определены 249 постоянных избирательных участков, а также три временных, которые располагаются в Республиканской библиотеке, Следственном изоляторе временного содержания и посёлке Романтик. Все мероприятия в рамках выборов проходят без нареканий. За процессом воли и заявлений жителей посёлка Иркин-Шахар Ногайского района следил Ахмат Халкич. В своей двери 164-я участковая избирательная комиссия в Иркин-Шахаре, как и все, открыла ровно в 8 утра. Первого дня голосования. После гимна России реализовать своё гражданское право и долг самые ответственные граждане. Надо выбирать самого достойного человека. Мы должны жить нормально, по-человечески. Ну а за кого голосовать, я вам не скажу. Каждый, кто пришёл исполнить своё гражданское право и долг, предельно чётко знает, каким должен быть президент и за что он или она голосует. Почему я пришла на выборы? Это я выбрала сегодня безопасность для себя, своей семьи, своих детей. Высокую степень гражданской сознательности избирателей на этих выборах обеспечивает понимание того, что без учёта мнения каждого будет сложно добиваться реального развития страны, отмечает председатель участковой комиссии Тимур Канглиев. Иркин-Шахар – это, как, знаете, маленькая Карачаева-Черкесия. Здесь все же национальности. И вот статистику по КЧР можно сделать по Иркин-Шахару. Но я думаю, явка будет хорошая. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих кандидатов и политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют ещё и независимые наблюдатели от Общественной палаты республики. Ахмат Халкетчев, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. Информация о кандидатах и партиях. Кабина для голосования, урны для бюллетеней, списки избирателей – всё готово к выборам президента России. Накануне об этом рассказали на избирательном участке номер 14 в Черкесске, где побывала Альбина Ламкова. Оформляем стенд информационный, который каждый проходящий на выборы мог бы ознакомиться. Шестая школа Черкеска стала одним из избирательных участков города. В период подготовки к выборам уроки сократили, чтобы была возможность уделить внимание об устройству помещения. Украсить, подготовить бюллетени и оформить информационный стенд. Необходимое технологическое оборудование уже установлено. Здесь будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Важным аспектом проведения выборов является обучение организаторов выборов. На территории Черкеска проводилось обучение операторов КАИ. Подготовку прошли 24 человека. По итогам обучения им всем выданы удостоверения. Всего на территории города Черкеска будут применяться на 12 избирательных участков комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сегодня в 9 утра была всероссийская тренировка. Провели сначала тест, потом тренировку и о результатах отчитались в территориальной комиссии. Все прошло успешно, все прекрасно считают, работает. Все мы их сейчас выключили, поставили на зарядку. КАИ представляет собой электронный ящик для голосования со сканером. За одну операцию он принимает один бюллетень, который и распознает машина. По дням предполагаемой активности члены избирательных участковых комиссий дают свои прогнозы. По старинке обычно все люди хотят прийти голосовать в воскресенье, то есть 17 марта. Будет более активность и мы думаем, что придет большее количество людей. Участковая избирательная комиссия номер 14 готова принять 1126 человек. Подсчет голосов будет проводиться в автоматизированном режиме, что обеспечит быструю и точную обработку данных. Для проведения честных и прозрачных выборов на данном участке выполнены все условия. Проголосовать можно уже завтра. Двери участка откроются 8.00. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. А на базе общественной палаты Карачаева-Черкесии начал свою работу Центр общественного наблюдения. С 15 по 17 марта круглосуточный контроль за ходом голосования в онлайн-режиме совместно с активом общественной палаты будут вести члены общественного штаба. Видеть происходящее непосредственно на самих избирательных участках позволит видеосвязь, которой охвачены практически все территориальные комиссии республики. Центр общественного наблюдения реализует следующие задачи. Это консолидация в режиме реального времени актуальной поступающей информации и данных об имеющихся нарушениях избирательного законодательства. Организация просмотров видеотрансляции в случае поступления информации о возможности нарушения требований. И, конечно, третье – это мониторинг обстановки на участках. И четвертое – это оперативное реагирование на выявленные нарушения избирательного законодательства. Я надеюсь, что мы с вами проведем эти все три дня и три ночи в активной работе. График работы вы получили. Каждый из вас знает, чем он будет заниматься, свои функциональные обязанности. Но на открытии нашего Центра общественного наблюдения нам очень радостно, что присутствуют также представители политических партий. Глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов принял участие в еженедельном заседании штаба правительственной комиссии по оригинальному развитию в стране под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. На повестку заседания штаба были вынесены вопросы, касающиеся хода реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году. В этом году в Карачева-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 150 объектов. Работы ведутся в плановом режиме. В соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, на заседании был рассмотрен ход реализации региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, а также проектов, реализуемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Благодаря фонду в Карачева-Черкесии реализуется проект модернизации системы теплоснабжения в правокубанском городском поселении Карачевского района. В рамках проекта уже завершено строительство модульной котельной, а строительство тепловых сетей протяженностью 426 метров планируется завершить в мае этого года. Карачева-Черкесию с рабочей поездкой посетил председатель Госдумы России по делам национальности Валерий Газаев, в прошлом известный тренер сборной России по футболу. Валерий Газаев осмотрел стадион «Нарт» в Черкесске. Его сопровождали спикер парламента Александр Иванов, члены правительства, депутаты и другие. Валерий Газаев высоко оценил спортивный комплекс, отметив, что у нашей футбольной команды есть все условия для совершенствования профессиональных навыков спортсменов. На месте обсудили спортивные достижения региона, его потенциалы и направления, по которым необходимо усилить работу для достижения еще больших успехов. В частности, речь шла о будущем футбольной команды «Нарт», которая добилась успеха и выступает в следующем сезоне уже во второй лиге России. Валерий Газаев, который играет в первой лиге, он вообще играет в зале, в манеже. Такая огромная территория и не могут построить стадион. А вот посмотрите, прекрасный стадион, 10 тысяч зрителей, отличные условия. Поэтому желаю, чтобы команда Черкесского прогрессировала. После осмотра спортивных объектов Валерий Газаев встретился со спортивной общественностью республики. Ее проходила встреча в формате «Вопрос-ответ». Интересовало ее участников мнение Валерия Газаева относительно спортивного потенциала Карачаева-Черкесии. Его отношение к изоляции российских спортсменов от крупных международных турниров. Спрашивали мнение именитого футболиста, тренера и государственного и политического деятеля об Олимпиаде, которая, как считают спортсмены, себя уже изжила. Я сегодня увидел действительно прекрасный стадион. Валерий Газаев поделился с собравшимися своим мнением относительно прогулки по парку «Зеленый остров» и осмотра спортивных объектов, расположенных на его территории. Привел в пример Красноярск, чья футбольная команда играет в первой лиге, но нет у них стадиона. Блестящий стадион, полностью соответствует стандартам. И зрителей около 10 тысяч в очень хорошем районе. Такой спортивный район, можно сказать, дворец спорта, стадион, теннисные корты, парк. Мне кажется, очень красиво, поэтому здесь хочется пожелать спортсменам, чтобы они развивались, показывали результаты, прославляли свою республику Карачаево-Черкесии. Валерий Газаев пожелал спортсменам достичь наибольших профессиональных высот, несмотря на то, что весь российский спорт на сегодняшний день находится в изоляции. Страна не может проводить крупных международных соревнований, также лишена права участия в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы. А ведь Олимпиады – это мечта каждого спортсмена. Как государство намерено поддержать спортсменов, лишившихся мечты, спросили у Газаева. Мы продолжаем, так сказать, все-таки бороться, чтобы участвовать на международных соревнованиях. Тем более, значит, президент в своем выступлении отметил, что спортсмены, которые принимают решение участвовать в Олимпийских играх, это они могут принимать и участвовать в них. То есть, это их исключительно желание и их решение. То есть, никакого запрета со стороны правительства или президента абсолютно нет. Наоборот, значит, свобода выбора любого спортсмена. Но Международный Олимпийский комитет готов допускать российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. Без символов нашей страны – гимны, герба и флага, пояснил гость. А вы бы так поехали? Многие спортсмены, чтобы попасть на Олимпиаду и другие крупные международные чемпионаты, меняют даже гражданство. Вы бы так смогли? – прозвучал вопрос. Никого не хочу обижать, никому ничего не говорю. Я бы в такой ситуации, в такой геополитической ситуации, которая сегодня существует, я бы отказался от участия в Олимпиаде. Объясню, почему. Ну, во-первых, это унизительно – ехать без соединения. Во-вторых, обезлечить себя и свою страну. Ну, и в-третьих, вот когда ты соглашаешься ехать на таких унизительных условиях, это фактически заведомо ставишь себя в зону проигравшего. Поэтому, мне кажется, хотя, значит, я еще раз говорю, я не претендую, каждый вправе сам выбирать. В конечном итоге спортсмен сам решает, в каком статусе ему ехать на соревнования – в нейтральном или статусе великой державы. Я считаю, что Россия – такая великая спортивная держава, должна на все крупные международные соревнования ездить в статусе великой, большой спортивной державы, потому что внесла огромный вклад в историю мирового спорта по всех отношениях. Одно то, что, так сказать, в нашей стране проводились Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, универсиады летние и зимние. Много, так сказать, турниров проводится по теннису и по всем видам спорта. Конечно, она заслуживает, и она всегда была в авангарде, и российский спорт всегда находился. И был конкурентоспособен по всем видам спорта, на всех крупных соревнованиях. Спросили у Валерия Газаева о том, согласен ли он с бытующим в спортивных кругах утверждением, что Олимпиада себя уже изжила, и можно ли в современных условиях говорить о честном спорте. Возможно, согласился он с собеседником, Международный Олимпийский комитет стал коррумпированным и ориентируется не на ценности, принятые изначально, а на политические взгляды и предпочтения коллективного Запада. Действуют двойные стандарты по допингу, в соревнованиях участвуют гендеры, а значит ни о каком спортивном равенстве речи идти не может. Беседа продолжалась более часа. Валерий Газаев с удовольствием отвечал на поступающие вопросы, приводил примеры из своей спортивной карьеры, делился своим мнением о той или иной ситуации. Спортсменам же пожелал не сдаваться, а работать еще более упорно и идти к поставленным целям, ведь геополитическая ситуация может измениться в любой момент. Мадина Карагетова, Лебостанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Накануне отмечался Международный день рек. Каждая из рек России имеет свое значение. Они не только объединяют страну экономично, культурно, но и дают возможность для совместного развития, открывают новые дороги и возможности. Во многом именно они делают нас единым народом. А еще они невероятно красивые. Каждая по-своему. К этой важной дате региональные филиалы ВГТРК запустили всероссийский телемарафон Истоки, который позволит вам отправиться в незабываемое путешествие по рекам нашей страны. Присоединяйтесь вместе на медиаплатформе «Смотрим». Еще раз напоминаю, сегодня выборы президента России. Участок для голосования можно будет посетить сегодня, в субботу и в воскресенье. К жителям обращаются сотрудники управления ФСБ России по Крачево-Черкесии с просьбой проявлять бдительность. В случае появления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом и поведением, а также обнаружение предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей, просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 267200 действующему круглосуточно. Анонимность гарантируется. На этом наш выпуск завершен. Приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова